Ребята, сегодня такой день, когда я пожалел то, что я когда-то сказал, что я плиточник. Плиточник, потому что это просто капец. Я даже не стал снимать, я вроде бы готовлюсь к очередным выпускам для вас. Я даже не стал снимать то, какая жесть тут происходила, когда я делал эту плитку. Это просто капец. Такой беспорядок здесь устроил. И в голове, знаете, нехорошо. Скоро я буду составлять рейтинг всяких проблем, которые случаются на работе. Ну, это, наверное, даже не проблема, просто это нежданчик. Что-то у меня нос припорошенный какой-то. Это пыль. Я закрыл уже все этими цементбордами. На самом деле, практически самое интересное осталось. То есть, нужно закрывать швы, делать поддон и все. И завтра можно начинать плитку делать. Но уже полдевятого. И я немного устал. Что мне еще нужно сделать? У меня вот эта вот штука осталась еще от предыдущего душа. Я не могу ее использовать в новом. Иногда как бы это случается. Но это как бы не мой вариант. И поэтому я ее сейчас буду менять. А менять ее тоже не очень просто. Мне нужно вырезать дырку в полу. Ну, вот здесь где-то. Срезать трубу. И на эту трубу приклеить новую насадку. Вот, собственно, я сейчас буду этим заниматься. Я сделаю это. Потом сделаю швы. Потом сделаю поддон. И, короче, часов, наверное, в 12 я сегодня закончу. Пол вырезал. Эту штуку срезал. Сейчас я доберусь до трубы. Нарощу ее. Нужной мне длины. И сделаю свой новый дрейн. На этом все. Нужно будет делать пол. Блин, чувствуешься с сантехником? Там 80-го левела. Вот, короче, я поставил переходник. Сейчас вот эту штуку мне нужно зафиксировать в полу. Вот она мне будет ровно лежать. И мне нужно посчитать расстояние для того, чтобы отрезать нужный размер трубы. И, собственно, продолжить установку. Сейчас 11 часов вечера. Под конец было совсем тяжело. Я сейчас играюсь. Завтра я сделаю граут. Я вам покажу уже, как бы, сейчас пока нечего смотреть. Но хотел я для вас сделать полноценный выпуск. Этот выпуск будет немного оборванным. Если у вас есть желание поддержать меня морально, расскажите, что бы вы хотели еще узнать. Какой формат видео вам нужен. Потому что желание снимать установку плитки у меня больше нет никакого. Потому что это просто трэш-трэш-шоу. Так что, ребята, я жду в комментариях. Что вам интересно? Я имею в виду не какие там темы, а какой формат, допустим. Что бы вы хотели увидеть относительно работ? Какие-то конкретные вещи? Либо просто процесс? Только я не знаю, как со стороны можно смотреть на 13-часовой, допустим. У меня, по-моему, сегодня 14-часовой рабочий день. Один раз на этой неделе я работал здесь до 2-х часов ночи. Представляете? Такие вот дела. Я сегодня закончил. Завтра я вернусь сюда, помою все, сделаю граут. У меня будет несколько часов утром. И потом у меня начинается новый объект. Но там уже проще. Мы недавно делали его фаерплейс. Я вам показывал. Это немного будет другой фаерплейс. Вообще мне интересно. И эта работа там где-то 2-х дней, наверное. Ну, не наверное, это работа 2-х дней. Я думаю, может быть, даже полтора дня. Короче, ребята, вот как-то так. На самом деле, возможно, кто-то из вас скажет о том, что... Слушай, ну не так все было ужасно. Вроде шаур, то есть душ выглядит не очень плохо. Честно вам сказать о том, что просто я знаю косячные места там. И я не стал тыкать камерой в них. Не стал показывать вам лишний раз эту дичь, которую приходилось там лепить. Знаете, как говорят, Краилова ведет к Пападалову. Но не в этом случае. То есть я получил свои деньги. И даже заработал экстра. Чтобы вы понимали, за душ изначально... Там такая история была интересная. То есть как бы я брался за ремонт и брал за это 1200. Потом мы перешли к тому, что ремонт будет немного сложнее. И это будет 1500. И в конечном итоге цена появилась за полностью душ переделать. 2000 долларов. В процессе же, как вы видели, возникали всякие трудности. И эта цена стала еще выше. Но на самом деле я покупал туда кучу материала. И я, честно вам сказать, точно не могу, сколько я потратил из своих денег. Но я думаю, что это порядка где-то 200 долларов. И как итог. Получил я 2300... 2400... Нет, sorry. 2550. То есть 1200 у меня был аванс. И сегодня я забрал 1350 чек. 2550 стоила эта работа. Но я в корне и недоволен. А когда... Видели мои руки? А когда я недоволен работой, то есть как бы это забирает кучу моей энергии. Это не есть хорошо. Тем более работать всегда нужно. Поэтому, когда я сегодня закончил, я сказал, больше никогда я не буду связываться с плиткой. Я не буду делать ее своими руками. Я не хочу. Это очень грязная работа. Особенно я не знаю, как работают остальные. У меня это получается прям капец. То есть смотрите на мои штаны. Тут у меня и кокинг на штанах. Мортор. Клей. Все уделано. Вся машина уделана. И это чисто только из-за того, что тайл. Видите, у меня тут всякие спейсеры валяются. Всякая херня, короче. Поэтому на этом мы заканчиваем историю с тайл-инстайлером. Ну, возможно, какие-то будут интересные проекты, на которых поработать. Типа фаерплейса. Фаерплейса. Может быть, будет бэксплэшки. Но я не уверен. Я думаю, что это все не стоит того. Поэтому я сейчас позвонил своему товарищу, про которого я вам рассказывал, наверное, не в лучшем свете. Но тем не менее. В общем, я позвонил ему и сказал, давай я тебя дам. Он просто работает, все еще работает с плиткой. Я ему сказал о том, что давай я тебе отдам все свое барахло. Потому что я его буду выкидывать. Он приехал, забрал. И у меня тут типа мини-ревизия. Знаете, только он про бумагу забыл в конечном итоге. Лестницу я ему хотел отдать. Забыл. Повезем это с собой в Сан-Франциско. Ребята, так что на этом заканчивается часть 2 длинной истории и ремодел. Ремодел шауэр. Мы увидимся с вами в следующей передаче. Потому что сегодня пятница долгожданная. Кстати, кстати, что я вам хотел сказать. У меня, по идее, сегодня должна была быть очередная работа с файрплейсом. То есть я должен был делать файрплейс чуваку. Я вам про нее там вскользь рассказывал. Работа сорвалась. И я для него купил полку. То есть когда он одобрил, там все, там типа давай-давай работаем. А мне нужна для начала работа, мне нужна была полка. Я эту полку купил. 200 баксов я заплатил. И чувак в итоге сегодня сливается. Как бы я пытаюсь с ним как-то выяснить эти дела и вернуть деньги за полку хотя бы. Чем я буду завтра еще заниматься. Но вообще сегодня пятница. Мы начинаем готовиться к нашему переезду. Который состоится уже в воскресенье вечером. Мы едем в Барландо, в Диснейленд и в парк Юниверсал. Мы проведем там три ночи. И оттуда на RV поедем в Калифорнию. Поэтому, ребята, я даже не представляю, что нас ждет впереди. Но об этом вы узнаете в следующих выпусках. Поэтому подписывайся на канал, если ты все еще не подписан. Но если ты подписан, ставь лайк, пиши комментарий, пожелания, приветики. Там все дела. Давайте. Все, пока. Поехали.